Значит, на Дне Смоленска, да? Нет. Не был на Дне Смоленска? День Смоленска ты не был, да? Нет, я вчера... Какой-то был праздник, не знаю, но я не был бы. Не был, да? Значит, ты не пел Башню Веселуху. Но я ВКонтакте скинул с молодежью Башню Веселуху. Они ошалили все. Хором пели. Хором, Олег. Хором пели Башню Веселуха. И я понял, знаешь, какую мысль? Мысль. Да. Поэзия тихучая. Тоже хорошо, и это. Но сейчас поэзия скоростная. Понимаешь, мысль какая мне пришла? Скоростная. Как считалка. Вот. Ну как считалка. Вот. У меня, видишь, у меня много рывок таких ритмичных стихов с короткими строчками. Я тебе еще давно говорил. Ты мне говорил, вот у тебя нету протяжных стихов. А я говорил тебе, что чем короче, тем ближе к хрипу времени. Понимаешь? Да вот ты наконец-то тебя снова... Да нет, нет, просто человек, певец, сейчас должен быть как игрушка перед толпой. Понимаешь? Игрушка заводная. Мысль. Ну вот послушай, вот типа вот это вот, послушай. Мысль, вот. Слушай вот. Слушай вот, вот он парню. Ни одного лишнего слова. Вот слушайте. Что-то, ну слов я не могу разобрать. Это что за песня? Это песня, ну современная, вот, американская певица. Понимаешь? Ритмика идет. Ни одного лишнего слова. Когда скоростная поэзия, скоростная поэзия. Ни одного лишнего слова. Понимаешь мысль? Ну да, да. О чем мы речь? Конечно. Вот я и хотел с тобой, знаешь что? Мысль вчера спорил. Знаешь, какую вот скоростная поэзия на тему детства, школы. Что детей обманывают. Вот эту мысль хотел я с тобой сделать, песню. Слушай, вот город Вязьма, пьяный праздник. Я случайно, я случайно эту песню скачал. Скачал? Ну да, случайно скачал и поставил. И даже вот Алина послушала. Говорит, ну поет неплохо, песня неплохая. Ну почему такие слова дешевые? Я же тебе текст. Такой хороший текст ты тогда накатил. Ну потому что я еще не сделал, Олег не сделал. Ну зачем ты ее не сделал? Кинул в интернет, блин. Зачем это надо? Ну это старая запись идет. Сделай песню нормально до конца. Потом кинул в интернет. Зачем? Это уже пойдет гулять, понимаешь? Это как я вот посмотрел это веселые ребята. Начал скачивать. Там у меня столько вариантов, дешевых вариантов, блин. Их, ну первых песен, блин, понимаешь? Зачем вообще закидывать надо было? Значит, веселые ребята, а меня упали в глазах. Несколько песен, которые на пластинках были, сделаны хорошо. Вот. Они, вот да, звучат. А все остальное... Ну понял, понял. Понимаешь? Олег, какая мысль? Олег, какая мысль? Олег. Я хочу такую шуточную, чтобы ты сделал вещь. В стиле быстрого. Знаешь какую? Что детям, детям в седьмом классе, вот как твой Никитка, внук. Так? Дают, дают огромные книги, широкие. Война и мир и прочее. А у них личного опыта нет, они дети. Какой черту там любовь сочинения? Наташа Ростова, 17 лет, и Пьера Безухова, любовь. Потому что 17-летних сейчас возьми, 18-летних, 19-летних, они дети, наивные, как дурочки, слушают своих мам. А мама? А мамы тогда ими руководили, вот эти матеря. Пьер Безухов, он был богач, богач. Говорит, ну-ка, сделай ему улыбку. Ну-ка, разве ребенок разберется в таких тонкостях, понимаешь? У него нет индивидуального опыта. Опыта нет, индивидуального. Понимаешь ты? Ну, смотря у кого как. Ты знаешь, я в пятом классе Анну Каренину уже прочитал. Ну, а что ты, что ты уже сексом занимался? Любил, переживал? У тебя дети были в пятом классе? Да, уже влюблялся, да, влюблялся. Ну, хватит баловаться. Это накладывалось. Это наоборот. Это наоборот, это наоборот, что, понимаешь, романтическое что-то в тебе, в отношении любви. А не какое-то попробование мне, это самое, и пошло просто, голый секс, понимаешь? Нет. Да не дело, не дело в развращенности. Дело в другом, в жизненном опыте. Понимаешь мою мысль? У них есть жизненный опыт уже, 14 человек, которого у нас, может быть, нет. Еще у нас, друзья, понимаешь? Ну, вот видишь, ты меня не понял. Ты не понял о моей мысли. Ну, я понял, что именно правильно. Ни в чувствах этих высоких любви, и, конечно, они еще не разбираются. У них нету даже бессознательного мышления, как у поэта. Бессознательное мышление, бессознательное. Это самое интересное. Коллективное бессознательное, да. Работает, да. Вот собрались мои ученики, одноклассники, слышишь, собрались. И я вспомнил, говорю, ребят, ну, помните, вот, Лукич, что ты вот так оскорбляешь? Я говорю, я оскорблять и буду. Помните, вот, товарищ, не выучил урок, а я сидел рядом, мы выучили. А он говорит, ты мразь на него. Тьфу, выйди из класса, ты грязь, ты недостойная тварь. Ты просто 50 тысяч как лет должен съесть, ты животное на него. Я встал, говорю, товарищ, учитель, говорю, я встал в седьмом классе, говорю, товарищ, ты оскорбляешь нашего одноклассника, пошел вон на меня. Ох ты, ах ты, мразь, я вышел. Вот этот вот, мало ли, что человек не выучил, нельзя уже его мразью называть и проще, понимаешь? Вот так. Понимаешь мысль? Что сильно учителя переходят грани, понимаешь ты? Мало ли, что не выучил человек, черт с ней, понимаешь? Людей просто в детстве учат зубрежки, зубрить учат. Ну да, конечно, конечно. А понимать, вот сейчас ты сам еще не понял войну и мир. Конечно, понял какие-то нюансы. Понимаешь ты? А что там... Знаешь, вот в девятом классе у нас преподавательство по литературе, молодец, она текстурально разбирала войну и мир. Текстурально. Ну там, по сколько там, по 50, по 100 страниц давала читать на каждый рот. А потом текстурально все вообще... Она вообще раздала в этом деле. Ну это же обман был, Олег, обман. Потому что они решили детей... Детей представить, что они взрослые. Понимаешь, это обман. У детей нет опыта, опыта нет. Конечно, конечно. Сразу до нас это много не доходило. Что там люди зубрят? Вот поэтому об этом надо песню сочинить. Что нет никакого опыта у людей. Вот такой вот. А над ними издеваются. Вот мысль. Вот мысль. Вот он, обман. Это очень больная тема. Сейчас. Потому что неправильное преподавание идет в школах. Школа к черту вообще ничего не учит. Понимаешь? Ни к чему не учит школа. Наоборот, вот природные данные, таланты человека. Загубляет. Затупляет человека. Делает, как все равно с животным, чистоколом. Понимаешь? В заборе. Понимаешь? Вот в чем написать. Вот об этом песню. Потому что это на меня очень много накопилось. Про эту школу. Учителя боялись меня. Потому что я был умнее их. Они даже говорят, ну министр пришел на меня. В класс. В костюме. Все. Говорят, я не боярис. Говорят, Геннадий, ты вообще вел себя в школе. Очень выше них. Я говорю, а потому что нечего издеваться над людьми. Вот об этом песню надо сделать. Олег. Да, я даже не знаю, как об этом песне. Если... Толстые книги... Нет, никакой песни ты опыт этот не ломишь в башку никому. Да нет. Просто против преподавания такого в школе. Понимаешь? Вот надо сделать. Что книги Достоевского дают детям. Которые вообще только умеют есть и проще гулять. Гулять, забывая, подменяя понятие, что они дети. Ты знаешь, чем раньше, чем лучше. Вот мне, допустим, Достоевского преступления и наказания. Я когда прочитал, правда, сокращение там хрестоматии. Да. Вот мой, по-моему, классный. Мне сразу понравилось. Ты знаешь, были... Там самое-самое было выбрано. Да нет, Олег, ты не... Конечно, весь роман читали-то. А когда там самое-самое выбрано... Да, Олег, прекрати, у тебя никакого жизненного опыта нет. Так и поэты все, понимаешь? Поэты-бездари, как ты называешь. Если вот у них нет опыта индивидуального, что они подделываются, понимаешь? Вот это большинство их, в Смоленске, подстраиваются. Конечно, конечно. Понимаешь ты? Пишут о ерунде. Вот мысль. Хорошая мысль, Олешка.